Возвращаясь к нашей программе, у нас тематика эндосонографии от азов к совершенству. Мне достались азы, поэтому я с этих азов хотела бы и начать, и прямо-таки с самого начала. Собственно, метод эндосонографии – это тот же самый, на самом деле, ультразвуковой метод. Единственный нюанс в том, что исследование создается такими эхоэндоскопами, и благодаря этому сканирование происходит из просвета полого органа. Поэтому мы можем осмотреть детально стенки полого органа, а также прилегающие окружающие органы. В первую очередь это панкреатобилярная зона и зона органов средостения. И если начинать уже совсем с самых азов и с самого начала, то можно начать с истории вообще ультразвукового исследования. И эта история начинается с 1700-х годов, когда впервые Лазаро Спалансани открыл эффект, не эффект, вернее, исследуя летучих мышей, вдруг понял, что они ориентируются в абсолютно темном помещении, там, где совы и филины бессильны. И предположил, что, видимо, они используют не орган зрения, а орган слуха для ориентации. И его последователь Чардж Журин доказал это благодаря тому, что те самые летучие мыши, у которых он закрывал слуховые проходы, не могли ориентироваться даже, между прочим, при светлой яркой комнате. В 1880 году большая следующая века, уже техническая, когда Жак и Пьер Пюри открыли эффект пьезоэлектрического эффекта, заключающийся в том, что при сжатии кристаллов кварца они генерировали электромагнитные волны. И на основании вот этого открытия в 1914 году первый прикладной прибор был разработан Реджинальдом Пессендамоном, который разработал прибор, который он назвал Сонар в 1914 году. Собственно, открытие прибора этого подвигло большая катастрофа, всем известная катастрофа Титаника, который затонул вследствие столкновения с айсбергом. Так вот, этот прибор Сонар крепился где-то на 3 метра ниже уровня воды, ниже ватерлинии и позволял выявлять благодаря ультразвуковым волнам ледяные глыбы, ледяные горы где-то до расстояния до 4 километров. Ну и первое для использования ультразвука в медицине принадлежит Карлу Дюсику, который использовал, это невролог, который использовал метод ультразвука для выявления опухолей мозга. При этом, если видно на картинке, вот такой большой сложный прибор, генератор находился в жидкой среде и голова пациента полностью погружалась в эту жидкую среду и только нос и часть лица оставалась над поверхностью для выполнения этого исследования. И начиная буквально с 50-го года, начинается внедрение ультразвука в медицину, это Джон Людвиг описал выявление желчных камней, потом в 52-м году впервые были выявлены мелкие опухоли молочной железы при эскорнировании через кожным датчиком, и в 54-м году первое исследование в кардиологии. Примерно в это же время уже был изобретен вариант ультразвукового сконервния в так называемом B-режиме, то есть это получение изображения в момент исследования, а не после его расшифровки. И это привело к тому, что развился настоящий ультразвуковой бум в медицине, этот метод стал применяться в хирургии, в гинекологии, в офтальмологии, в лор- и акушерстве. Этому также способствовало открытие эффекта Допплера, который показывал изменяющуюся частоту ультразвуковой волны в зависимости от отражения движущегося объекта. Однако все исследователи, которые использовали этот метод, вдруг столкнулись с проблемой, что не все органы доступны для такого замечательного и безопасного и красивого метода. Если орган экранирован воздухом, то есть расположен за воздух, содержащим другими органами, то мы не видим, идет большая тень от воздуха и ничего увидеть не получается. Что же делать? И тогда появилась совершенно логичная, но тем не менее гениальная идея, что для того, чтобы воздух не мешал, надо просто поместить датчик так, чтобы он находился внутри органа, и тогда то, что нам мешало, то станет просто окружающей средой, которая не будет причинять никаких неудобств. И эта идея и легла в основу появления внутрепросветного ультразвукового исследования. И первый такой датчик был сконструирован в 1956 году, когда Джон Вилт и Джон Дрейт выполнили трансректальное ультразвуковое исследование для диагностики рецидивной опухоли прямой кишки. Однако только через 10 лет, в 1985 году появились трансвагинальные датчики, которые позволили продолжать это внутрепросветное исследование. Первые трансгастральные датчики появились в 1976 году, когда профессора Луцерёш выполнили исследование ультразвуковым зондом. Это был зонд небольшой диаметром 3 мм и был проведен через диагностический канал эндоскопа. Однако этот датчик давал изображение только в А-режиме, то есть сначала происходила регистрация ультразвуковой картинки, а потом она расшифровывалась. Но достоинством этого метода то, что они смогли показать дифференциальную диагностику различных образований, которые деформировали стенку желудка, между жидкостными и солидными. И в то же время, примерно в 1979 году, было выполнено исследование первым трансгастральным УЗИ-зондом. Но это так называемый слепой зонд, который не имел оптики, просто вслепую проводился в желудок и оттуда проводилось сканирование. Таким образом, вот столкнулись с такой проблемой, что маленькие датчики, которые склонировали в А-режиме, не позволяли выполнять исследование и расшифровку во время исследования. То есть мы не могли ориентироваться, что мы видим и что нужно дополнительно смотреть. В то же время слепой сканер, который сканировал в B-режиме, нельзя было позиционировать точно в определенной зоне. И кроме того, этот слепой датчик не мог быть проведен в 12-перстную кишку. И это, опять-таки, явилось толчком для направления разработки эхоэндоскопов. И такие основные работы проводились в США и Японии. И первый такой прототип аппарата был разработан в США в 1978 году, который назывался Acme FX5. Это был такой достаточно сложный прибор, у которого имелся жесткий наконечник диаметром длиной 8 сантиметров, который сканировал с частотой 20 МГц уже в B-режиме. Был проведен ряд исследований на животных, на собаках и мини-пигах. И первые публикации на основании этого исследования в журнале Lancet, который показал, что метод безопасен для этих животных и позволяет проводить сканирование поджелудочной железы, печени, селезенки, слизистых желудочно-кишечного тракта. Однако ни в одном случае провести 12-перстную кишку этот аппарат не удалось. Затем появился в 1979 году следующий прототип аппарата, более усовершенствованный. Он уже имел более короткий наконечник ультразвуковой, 3,5 сантиметра. И также сканировал в B-режиме с той же частотой. И здесь уже проводились исследования на виде Homo sapiens. 32 добровольца, из них 15 здоровых и 12 имеющих заболевания поджелудочной железы. И первая публикация на основании этого исследования профессор Демагна заявил, что позволяет хорошо визуализировать органы грудной и брюшной полости, высокая разрешающая структура, даже небольшие образования поджелудочной железы, 2-3 миллиметра, визуализировались этими аппаратами. Но, тем не менее, тяжело было провести этот аппарат 12-перстную кишку, но он позволил все-таки выявлять заболевания стенки желудочно-кишечного тракта и вне просветных органов. Примерно в это же время велась разработка эхоэндоскопа в Японии. Первый аппарат, который имел датчик длиной 3 сантиметра, однако, тем не менее, весь ригидный, не сгибаемый кончик аппарата, включая видео, систему был достаточно длинный, 8 сантиметров, сканирован с частотой 5 мегагерц. Исследование тоже проводилось уже на людях с заболеваниями печени поджелудочной железы. И авторы, которые в своей публикации показали, что у половины только удалось визуализировать аорту и нижнюю полую вену. Желудочный пузырь визуализировали у трех из восьми пациентов. Халеток, к сожалению, увидели только у одного пациента, но при этом камни, которые были у этого пациента, причем размер камня был больше сантиметра, не визуализировался. Удалось этот аппарат провести в 12-перстную кишку у трех пациентов, несмотря на такой ригидный дистальный кончик. Однако позиционировать его так, чтобы получить какое-то изображение из просвета 12-перстной кишки, не удалось ни у одного пациента. Очень знаковым, можно считать, 4-й Европейский конгресс по гастроэнстинальной эндоскопии, который прошел в Гамбурге в 1980 году. Здесь были, на этом конгрессе были доклады Демагна и Классена, которые показали опыт Японии и опыт США в разработке. Эхоэндоскопов, и это вызвало такой энтузиазм среди врачей и инженеров, что уже в 1982 году появились первые серийные эхоэндоскопы, которые произведены фирмой Олимпус. Это был аппарат ОМ-1 со 180 градусов сектор сканирования и аппарат ОМ-2, 360 градусов сектор сканирования. И эти аппараты уже были первые серийные, не прототипы, и они как раз позволили считать родоначальник, считаются родоначальником эндосонографии. Хочется сказать, что в России работали не только на серийных аппаратах, но и на прототипах. Вот эти прототипы у нас появились в 1984-1987 году. Кстати, в 1993 году, Юрий Геннадьевич, вы были участником как раз такого эксперимента. Для слушателей скажу, что Владимиром Павловичем Стреколоским был привезен такой аппарат, и была создана рабочая группа из Юрия Геннадьевича Старкова, который отвечал за интерпретацию ультразвуковых изображений, и Михаила Павловича Горева, который отвечал за проведение всего вот этого в желудок и двенадцатиперстную кишку. Однако было проведено пять исследований, насколько я помню, и как-то энтузиазма, результаты этих исследований на тот момент не вызвали. Я разбирал, Анатолий Николаевич, не забирайте у меня мою историю, моего внедрения в эту технологию. Я отдельно потом расскажу. Все, я уже закончила, Юрий Геннадьевич. Ну и начало использования серийных эхоэндоскопов связано с клиникой Второго медицинского университета, со Станиславом Юрьевичем Орловым, который в 1997 году со своими коллегами выполнил первые эндосонографические исследования в России, которые затем и стали выполняться в нашей стране. И, как видно, первыми задачами эндоузи были изучение образований солидных кистозных поджелудочной железы, попытки визуализации крупных сосудов, заболеваний поджелудочной железы, ну и попытки изучить желчные протоки, но на тот момент это было еще сложно. Но технологии совершенствуются и идут рука об руку, энтузиазм врачей вызывает энтузиазм инженеров, и наоборот, инженеры, создавая новые аппараты, вызывают релив энтузиазма у врачей. И смотрите, если между первым изобретением линейного датчика Зондау в 90-92 год разница между линейным аппаратом и выполнение диагностических пункций составило 2 года, то только через 10 лет был изобретен электронный эхоэндоскоп, который позволил выполнять различные лечебные манипуляции. Но этот метод оказался тогда уже настолько эффективным, не только диагностический, но и лечебный, что, смотрите, появились аппараты с ультразвуковым контрастированием, эхо-бронхоскопы, аппараты, позволяющие выполнять пункции лимфоузлов средостения, эластография, контрастная эндосонография. Каждые 2-3 года появляются новые технологии, которые вызывают новый виток исследований в этой области. Ну и возвращаясь к АЗАМ, если закончится история, придем уже к практике. Для выполнения такого замечательного исследования нам нужен специальный блок. Он обычно монтируется на эндоскопической стойке. Необходимыми компонентами является собственно эндоскопическая стойка с видеопроцессором и подачей воздуха и света. Это ультразвуковой обязательно процессор и монитор. Либо два монитора для ультразвука и для эндоскопического изображения, либо один монитор с возможностью комбинирования по типу картинка в картинке изображений. Различные типы датчиков. Глобально все-таки это можно выделить три типа датчиков. Первый – это радиальный датчик, который позволяет выполнять сканирование в ультразвуковой плоскости перпендикулярно оси аппарата. И 360 градусов вокруг аппарата мы можем осмотреть органы окружающих пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку. Другой тип аппаратов – это аппараты конвексные, которые чаще используются именно как терапевтические. Плоскость сканирования здесь параллельна оси аппарата, как видно на изображении. Сектор сканирования колеблется от 120 до 180 градусов. Имеется управляемый дистальный канал, как в дуоденоскопе. И особенность этого аппарата – то, что выводимый из версинного канала инструмент оказывается в плоскости ультразвукового сечения, благодаря чему можно выполнять для интервенционной эндосонографии это пункции дренирования и различные лечебные вмешательства. Также существуют ультразвуковые датчики, которые проводятся в желчные панкреатические протоки, могут проводиться по струне, могут проводиться просто через канал дуоденоскопа. Этот ряд этих датчиков позволяет выполнять сканирование при подтягивании датчика. И есть специальная функция цифровая, которая позволяет на этом основании движения такого датчика построить 3D-модель изменений, выявляемых ультразвуком. Чаще всего это 3D-модели опухоли и их взаимоотношения с окружающими органами. Ну, исходя из тех инструментов, которые мы имеем, в настоящий момент в гастроэнстинальной эндоскопии есть два глобальных таких направления эндоузии. Это эндоузии с тела к полуоргана, который выполняется чаще всего датчиком зондом и радиальным датчиком, и эндосонография панкреатобилярной зоны, которая выполняется радиальным датчиком, конвексным эхоэндоскопом. Ну, в ряде случаев внутрепротоковый датчик тоже используется, но достаточно редко. И исследования для датчика зонда достаточно узкие, узкая нозология. Чаще всего это внутрепротоковые небольшие опухоли, в первую очередь в желчном протоке. Итак, что мы должны знать для того, чтобы провести это эндосонографическое исследование? Есть несколько простых, казалось бы, методических приемов и правил, которые позволяют, тем не менее, достаточно стандартизированно выполнять это исследование, и подключать фантазию уже на этапе интерпретации полученных данных. Что касается радиального датчика, радиального сканирования и исследования стенок полуоргана, это обязательно условие то, что датчик желательно располагать так, чтобы сканирование было перпендикулярно стенке полуоргана. То есть эхоэндоскоп мы должны расположить вдоль, собственно, длинника полуоргана, пищевода, желудка, и стараться избегать из лишних перегибов дистального конца аппарата. Ну и что нам нужно обеспечить обязательно, это адекватный контакт датчика с исследованной зоной, потому что если мы расположимся внутри раздутого воздухом желудка, мы получим ту же самую слепую зону, когда воздух между датчиком и стенкой желудка будет экранировать нам все изображение, и мы ничего не увидим. Поэтому используются различные варианты, чтобы вытеснить воздух. Чаще всего вытесняется воздух с помощью деаэрированной воды. Это используется либо полон на дистальном конце аппарата, либо используется заполнение, собственно, полного полуоргана, деаэрированной этой водой, либо комбинация этих методов для того, чтобы получить необходимое изображение. И нормальное строение стенки полого органа, так как у нас азы, мы должны знать, как выглядят нормы, чтобы знать, что является патологией. Глобально можно выделить пять слоев, которые мы получаем при сканировании, начиная от 6 до 12 МГц. Эти слои, чередование гипер- и гипоэхогенных слоев, соответствуют примерно слоям стенки полого органа. Итак, первый слой повышенной эхогенности белый на ультразвуковом изображении, это, собственно, слизистая, это слизь, расположенная между ворсинками, слизистой, и вот она таким образом выглядит, и мы видим эти эпителиальные образования именно в этом первом слое. Второй слой – это гипоэхогенная, такая более темная полоса, это мышечная пластинка слизистой, являющаяся границей между слизистой и подслистым слоем. Следующая полоса опять гипер-эхогенная, повышенная эхогенность и подслистый слой, с находящейся жировой клетчаткой, мелкими сосудами, может варьировать толщина этого слоя от одного миллиметра до нескольких миллиметров, о чем я скажу чуть ниже. Четвертый слой – это мышечный слой, это очень важный слой, когда мы делаем исследование стенок полого органа, когда мы определяем инвазию опухоли, когда мы определяем, откуда исходит неэпителиальное образование, мы должны четко видеть этот слой, потому что он определяет, возможно ли выполнение эндоскопического вмешательства, потому что повреждение мышечного слоя в большинстве случаев ведет к перфорации полого органа, и мы должны быть не то, чтобы этого избегать, но хотя бы быть к этому готовы. И, наконец, четвертый слой – это слой адвентициальный, он не всегда хорошо виден, очень тоненькая белая полоска, которая соответствует либо адвентиции, либо серозной оболочке, в зависимости от того, где расположен полый орган. И, возвращаясь к нормальной эос-картине стенки полого органа, мы должны помнить, что стенка имеет равномерное пятислойное строение, на примере желудка это хорошо видно, толщина стенки 3-5 миллиметров, при этом границы слоев четко определяются, мы всегда можем увидеть все эти пять слоев. В желудке есть складки, которые образуются первым-вторым слоями, и поэтому толщина подслистого слоя может варьироваться от совсем тоненькой, там 1-2 миллиметра в межскладочном пространстве до 4-6 миллиметров на высоте складки. И при использовании радиальных эхоэндоскопов мы стараемся определить окружающие лимфоузлы, в норме они либо не превышают 4 миллиметров, либо не визуализируются. Другое направление эндосонографии это эндосонография органов панкреатобилиарной зоны. Здесь нам нужно очень четко представлять окружающие органы, потому что здесь мы не исследуем то, что мы видим при помощи эндоскопической картины, а мы должны предполагать, что находится за непрозрастной для нас стенкой желудка, и определять эти органы. И здесь нам помогают наши реперные точки, это органы ориентиры, чаще всего это сосуды. Мы, представляя, как расположен желудок относительно окружающих органов, должны понимать, что при сканировании из желудка мы чаще всего хорошо видим тело и хвост поджелудочной железы, частично видим левую долю печени, из сосудов нам доступна аорта, чревный ствол, верхние брюжеечные артерии вена, селезеночные сосуды, а также лимфоузлы, расположенные по ходу этих сосудов. При сканировании из 12-перстной кишки зонами интереса у нас являются головка и крышковидный отросток поджелудочной железы, а также структура гептодуднальной связки, в первую очередь желчный проток, а также аорта, можем увидеть нижнюю полуворотную вену, верхние брюжеечные сосуды, и самое главное, что мы тоже можем видеть с 12-перстной кишки, это большой и малый дуднальный сосочек и терминальные отделы желчного и панкреатического протоков. Как я уже говорила, и при радиальном, и при конвиском сканировании мы должны знать наши точки ориентира, на которые мы будем опираться, чтобы понять, где что расположено. Итак, начинается сканирование радиальным датчиком, если мы выбрали этот аппарат, из просвета желудка, тотчас после кардиального жома мы попадаем в верхнюю треть тела желудка, в субкардию, и из этой позиции первый ориентир, который мы видим, это аорта, и проходящая правее аорты, вот такой тяж гипоэхогенный, это левая ножка диафрагмы, это тот первый ориентир, от которого мы начинаем сканировать наше изображение дальше. Затем, продвигаясь вдоль аорты, мы можем увидеть зону отхождения чревного ствола, который отходит по направлению к датчику, а также у третьей наблюдений, проследив чревный ствол, мы можем увидеть его деление на общую печеночную артерию и селезеночную артерию. Левая желудочная артерия, составляющая третью артерию, это и триады, мы чаще всего увидеть не можем при эндосонографии. Затем, продвигая аппарат чуть вперед и меняя угол детального кончика аппарата, чуть-чуть смещая его от себя, из верхней трети тела желудка мы видим, должны вывести селезеночную вену и зону ее конфлюенса с верхней брыжеечной веной и формированием воротной вены. Обычно вот такая красивая запятая является критерием того, что мы находимся в нужном месте. И из этой зоны мы можем сканировать тело и перешейк поджелудочной железы. Также можем увидеть главный панкреатический проток, который здесь как раз в этой зоне меняет свое направление и из горизонтального переходит в вертикальное. Для того, чтобы осмотреть тело и хвост из желудочной железы, мы должны немножко аппарат большим винтом от себя отклонить и чуть-чуть подтянуть по направлению к выходному отделу желудка, к максимальному отделу желудка. И тогда, следуя по селезеночной вене, мы можем увидеть деление селезеночной вены на мелкие вены в воротах селезенки и между селезеночной веной и датчиком аппарата в данной ситуации мы увидим как раз тело поджелудочной железы. Для сканирования из 12-перстной кишки мы проводим аппарат в постбульбарный отдел, затем выполняем, как при РХПГ, и спрямление аппарата и стараемся выявить из зоны нижнего додонального изгиба вот такой так называемый сосудистый пинцет, когда в левой части экрана мы видим аорту, а в правой части экрана в ряде случаев, в большинстве, я бы сказала, случаев удается увидеть верхнюю брюжеечную артерию. Как видно по схеме, мы здесь сканируем снизу и вверх, поэтому вот таким вот образом мы видим этот сосудистый пинцет. И вот как раз между аортой и верхней брюжеечной артерией мы видим частично крючковидный отросток поджелудочной железы. При дальнейшем подтягивании аппарата, чуть-чуть ослабляя большой винт от себя, мы выходим на зону большого додонального сосочка, который визуализируется в виде вот такой треугольной тени, основанием, обращенной к датчику аппарата. И от этой тени начинаются две такие вытянутых немножко точки. Это общежелочный и главный панкреатический проток. Как всегда, общежелочный проток расположен ближе, вернее, более перпендикулярно, а панкреатический проток ближе к стенке, вернее, более перпендикулярно, извините, расположен панкреатический проток и ближе к датчику аппарата, общежелочный проток. В ряде случаев, когда не удается в такой позиции подтягивания визуализировать большой додональный сосочек, можно выйти опять в желудок, повторно зайти в 12-перстную кишку и уже не спрямляя аппарат, попробовать сканировать большой додональный сосочек из положения, так сказать, на длинной петле. Так как здесь зона сканирования повернута, мы видим общежелочный проток в другой части экрана, не в правой, а в левой части экрана, и можно аккуратными движениями аппарата вывести большой додональный сосочек и общежелочный проток и терминальный отдел панкреатического протока. При воведении аппарата в 12-перстную кишку основным ориентиром у нас являются воротная вена, верхняя брыжевочная вена и зоны эвкомфлюнса, которые видны в виде вот такого полукруга большого диаметра, к которому приходит третья вена, это селезеночная вена. И опять-таки между веной и датчиком аппарата мы сканируем паренхимы поджелудочной железы. В данной ситуации это паренхимы головки поджелудочной железы. Примерно из этой же позиции, чуть смещая по раз вперед-назад, мы можем вывести общежелочный проток, так как у нас, как видно, зона сканирования расположена параллельно гепатентальной связке, то это идеальный вариант вывести общежелочный проток на протяжении, когда мы можем его осмотреть от ворот печени практически до терминального отдела железного протока. Примерно те же ориентиры, но по-другому выглядящие, мы должны найти при использовании комплексного сканирования. Также начинается сканирование из верхних отделов желудка, но здесь, так как аппарат расположен вдоль оси человека, здесь мы видим аорту в продольном направлении и два сосуда, направляющиеся к датчику. Это первый сосуд – черный ствол, а следующий сосуд – верхняя брюжеечная артерия, которой можно проследить, черный ствол до трифуркации. Верхнюю брюжеечную артерию в зависимости от особенностей анатомии человека мы можем проследить до 4-5 см. И очень важно прослеживать эти сосуды, так как они определяют при заболеваниях поджелудочной железы резиктабельность опухоли. Следующая точка сканирования – это тело хвост поджелудочной железы. Мы начинаем вращать аппарат тихонечко по часовой стрелке и подтягивать ее немножечко вверх по ходу примерно поджелудочной железы. И мы видим поджелудочную железу в поперечном сечении, а также в поперечном сечении наши ориентиры – это селезеночная вена, которая расположена чуть дальше от аппарата, и селезеночная артерия, которая расположена чуть ближе к датчику аппарата. И вращая аппарат по часовой и против часовой стрелки, а также смещая вперед-назад, мы можем осмотреть всю паренхему поджелудочной железы от хвоста и до головки. Следующим ориентиром при сканировании из желудка Это поворачивая аппарат примерно к малой кривизне По направлению к гепатодинальной связке Мы можем визуализировать воротную вену Которая находится ближе к датчику аппарата И общежелочный проток И прослеживая эти структуры Можем проследить практически до ворот печени Но не всегда это удается Зависит опять-таки от анатомических и конституционных особенностей человека Вращая аппарат против часовой стрелки И подавая чуть вперед Мы видим конфлюенс воротной вены И в этой зоне можно посмотреть головку поджелудочной железы Которая расположена как между веной и датчиком Так и за веной тоже расположена часть головки поджелудочной железы При сканировании из этой точки И здесь же мы можем увидеть проток поджелудочной железы Если будем вращать чуть-чуть дальше аппарат против часовой стрелки То как раз здесь в зоне перешейка Проток поджелудочной железы изменяет направление И мы можем вывести его не в поперечном, а в продольном управлении Именно по направлению головки поджелудочной железы Начиная сканирование из луковицы 12-перстной кишки Мы на длинной петле заводим аппарат в 12-перстную кишку Проводим через привратник После чего ориентируем датчик примерно к верхней стенке 12-перстной кишки И следующее наше движение Это небольшие ротационные движения аппаратом А также движение большим винтом от себя Где мы по верхней стенке 12-перстной кишки Как бы скользим и проваливаемся в постбульбарный отдел И основными ориентирами в этой позиции будут воротная вена Зона ее конфлюенса Которая визуализируется в виде опять-таки такой длинной дуги Снаружи к этому дуге подходит селезеночная вена И ближе к датчику мы можем увидеть анахогенную структуру Общежелочный проток Здесь он чаще бывает в косом направлении И мы можем, ротируя аппарат по и против часовой стрелки Проследить также желчный проток от ворот печени До терминального отдела в головке поджелудочной железы Ну и как всегда, между веной и датчиком аппарата Визуализируется паренхима поджелудочной железы В данной ситуации это паренхима головки поджелудочной железы Проведя аппарат в постбульбарный отдел И спрямив его как при доденоскопии Мы можем установить датчик напротив большого додонального сосочка Я обычно ориентируюсь на эндоскопическую картину То есть увидев большой додональный сосочек через эндоскоп Просто переключаюсь на ультразвуковую картину И чуть-чуть подтягивая аппарат, стараюсь вывести терминальные отделы Общего желчного протока и главного панкреатического протока Если заполнить 12-перстную кишку водой, вот хорошо виден большой додональный сосочек И терминальный отдел общего желчного протока Который идет параллельно практически датчику аппарата И ближе к стенке 12-перстной кишки А чуть ниже и чуть более перпендикулярно Располагается обычно главный панкреатический проток И возвращаясь к тому, что мы должны знать норму Поджелудочная железа Одна из точек приложения эндосонографии В норме выглядит как образование с ровными четкими контурами Пронхима имеет характерную структуру Все видели обычное ультразвуковое исследование Знают, что характерная структура по типу перца с солью Для поджелудочной железы Обычно у молодых людей поджелудочная железа из-за эхогена По отношению к печени Однако с возрастом появляется липоматоз железы Где-то фиброз Поэтому с возрастом поджелудочная железа Становится более гиперэхогенной Повышенной эхогенности Это тоже надо иметь в виду Это не является патологией Ну и главный панкреатический проток Почти всегда мы можем вывести при эндосонографическом исследовании Диаметр его в норме не должен превышать 2-3 мм И мы не видим стенки панкреатического протока Часто он имеет извитой ход Мы должны четко оценить наличие Всяких внутрипросветных включений Утолщений и сосучковых каких-то пристеночных разрастаний Что касается общего железного протока То в норме это анахогенное трубчатое образование С ровным четким контуром Стенка не должна превышать 1-2 мм Стенка железного протока Обычно несколько лучше видна Чем стенка панкреатического протока Однако когда мы начинаем четко видеть Утолщенную слоистую стенку Это признаки все-таки какого-то неблагополучия В железном протоке Какого-то воспаления чаще всего хронического Диаметр железного протока не превышает 8 мм Но допускается 9-10 мм у пациентов После выполнения холецистоктомии В интерпанкреатическом отделе в норме Железный проток сужается до 4 мм И также мы оцениваем всегда просвет Это просвет железного протока Не должен содержать никаких дополнительных включений И что касается большого дунального сосочка То визуализируется чаще всего В виде гипоэхогенного образования Размером 5-6-7 мм Овальной либо треугольной формы С ровным контуром Это образование расположено В подслизгом слое 12-перстной кишки Однако четкий край Не всегда можно увидеть Потому что в большом дунальном сосочке Открываются протоки поджелудочной железы Которые имеют свои мышечные структуры Но вот такое гипоэхогенное образование С двумя структурами жидкостными При радиальном сканировании Иногда эту картинку сравнивают со свиным пятачком Это характерная картинка нормального строения Большого дунального сосочка Мы обязательно должны его выводить Потому что иногда бывают аденомы Аденомы иногда бывают внутриампулярные Которые мы не видим на дуоденоскопии И эту зону всегда надо четко выводить И смотреть для того, чтобы исключить какие-то ошибки Ну и в заключении хочется сказать Что как земля по верованию наших предков Базируется на трех китах Так и эндосонография Можно сказать, что базируется на трех китах Мы должны проявить знания пространственной анатомии Мне в свое время очень помогал атлас Синельникова Когда я начинала эти исследования После каждого исследования Сохранив максимальное количество картинок Я садилась, открывала атлас Синельникова И пыталась повторить это исследование Пытаясь понять, где находился аппарат И что я могла видеть из этой позиции Какие органы я видела Какие ориентиры где расположены И это очень помогало в построении Вот моей внутренней такой ультразвуковой Карты-схемы, по которой я Вдаличном исследовала Конечно, для того, чтобы лучше сохранить Составить эту карту-схему Нужна определенная методичность исследования Ну и чтобы знать патологию Мы должны знать норму ультразвуковой семиотики Ну, собственно, наверное, с Азами все Я благодарю за внимание Готова ответить на вопросы, если они есть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!